Библейский портал экзегет.ру представляет Завязалась главная интрига, в Иерусалимском храме хранятся деньги, селевкиды, держава того времени, которая владеет Палестиной и Иерусалимом, хотят отобрать эти деньги, и, собственно, все было бы хорошо для селевкидов, даже иудеи не решались как-то возражать, но вмешался Господь, и посланца царя он, собственно говоря, едва оставил живым, там его встретили ангелы, они его избили бичами, И только по молитве и жертвоприношению первосвященника он смог вернуться к жизни. Но, слушайте, царю нужны деньги. Вот интересно, как в этой книге два таких плана действия, один божественный, с чудесами, причем очень ярко и подробно описанными, а другой абсолютно земной. И четвертая глава как раз развивает эту тему двух планов, двух историй, которые разворачиваются в одном и том же месте в одно и то же время. Но вышеупомянутый Симон, ставший доносчиком на сокровище Отечества, это, кстати, претендент на власть, который пытается получить власть, договорившись с начальством, с царскими чиновниками, Начал клеветать на Онио первосвященник тогдашний, будто именно он запугал Гелиадора и сделал свиновником его бед. То есть, того самого посланца царя якобы первосвященник избил и вообще едва живым отпустил. Благодетели города, покровители соотечественников, ревнители законов, он дерзнул назвать заговорчиком против властей. Слушайте, а как вообще кого-то в чем-то обвинить, если человек не ворует, еще не занимается какими-то неблаговидными делами? Конечно, он мятежник, конечно, он против власти. Против Иисуса Христа в свое время будет выдвинуто то же самое обвинение Пилату. Дела нет до этих разбирательств о законах иудейских, а вот он делает себя царем, ты не друг кесарю, если его отпустишь. Все. И Пилат принимает роковое решение. Здесь что-то очень похоже. Когда же вражда зашла так далеко, что руками одного из испытанных людей Симона стали совершаться убийства, но он уже к террору прибегает, ему уже недостаточно всего лишь обвинений, тогда они видят, что страсть соперничества идет к беде, и что Аполлоний, сын Меносфея, правитель Келесири и Финикии, разжигает Симонову злобу. То есть Симон, доносчик, отправляет к Аполлонию, царскому наместнику, письма, и всевозможные призывают беды на Иерусалим, и надо по этому поводу что-то срочно делать. Тем более, что уже террор в городе начался. Итак, он не отправился к царю не для того, чтобы выступить обвинителем сограждан, а ради пользы всего народа и каждого в отдельности. Он ведь понимал, что без царского попечения невозможно вернуть дела в мирное русло, а Симона отвратить от его безумств. Ну да, ну да, царь у нас хороший, а бояре плохие, вечная история. Последняя надежда, да, уж если царь не справится, то что, собственно говоря, делать дальше. Но когда скончался Селевка, основатель династии, и книга описывает его царем весьма разумным и сочувственно относящимся к Иерусалимскому храму, а царство перешло к Антиоху по прозванию Эпифан, следующий царь, совершенно другой, тогда и сон братоний подкупом присвоил себе должность первосвященника, обратившись к царю и посолив ему 360 талантов серебра и 80 талантов с некоторых других доходов. Сумма огромная, и таланты от 30 с лишним килограммов. Значит, что делается здесь? Меняется царская власть, это удобный момент зарекомендовать себя перед новым правителем. Ну, всегда так бывает, новая метла по-новому метет, и лучше всего как раз при смене царской или какой-то другой верховной власти сказать, я, я тут, вот я дам чего ты хочешь у царя. А царь хочет почти всегда денег, денег и еще немножко денег. Поэтому некто ясон сменяет онию, причем, оказывается, все решает уже царь Антиох, или его преемник, соответственно, или его предшественник. И это довольно логично, потому что первосвященник – это не просто религиозная такая вот должность или звание, это одновременно и человек, который осуществляет власть над иудейской общиной. Да, там есть губернатор над Кирисерией Финикией, довольно большая область, куда входят и Палестина, и Иерусалим, вообще весь Ближний Восток, вот, и восточное побережье Средиземного моря. Но вместе с тем, вот, собственно, иудейская община имеет своего такого этнарха, как это потом будет называться в Османской империи, то есть первосвященника. В Османской империи для греков это, кстати, был патриарх константинопольский. Ну и поэтому царь ставит того первосвященника, которого считает нужным. Кроме того, он, Ясон, пообещал добавить еще 150 талантов, если ему разрешат свои власти устроить гимнасию и фейби, а также записать жителей Иерусалима в антиохийцы. Звучит немножко странно, давайте разберемся, что это такое. А вот смотрите, что такое эллинизм? А у нас эпоха эллинизма идет. Это, собственно говоря, выравнивание всех культур, которые оказались в рамках эллинистических государств, в рамках бывшей империи Александра Македонского, по некоему общему образцу. Это не значит искоренение всех народных традиций, обычаев, верований и прочего. Но это значит, что в крупных городах деревень это практически не касается. Везде все устраивается на греческий, на эллинский лад. Ну, как сегодня, куда не поедешь, там будет Макдональдс, Старбакс, еще какие-то всем известные фирмы, будут ездить люди на одних тех же машинах, носить одни и те же гаджеты. Но сегодня это достигло какой-то огромной степени глобализации, называется. Тогда это, пожалуй, первый глобалистский проект в истории человечества. И, значит, что должно быть в эллинистическом городе? Ну, естественно, какие-то храмы эллинистических богов, естественно, форум или агора, как это называлось по-гречески, место для собраний, для обсуждения вопросов городского самоуправления. А еще гимнасия и эфебия. Это, собственно, спортзал и такая спортивная секция для юношей. Эфебия – это, ну, скажем так, подростки. Вот перед тем, как они получают полноценное гражданство и становятся взрослыми. Ну, вот у нас они в армии служат в основном, хотя, конечно, сейчас уже все меньше и меньше. Тогда тоже это было связано и с военной службой, и с всевозможными испытаниями, спортивной подготовкой. Ну, то есть, чтобы стать взрослым, надо пройти через какую-то определенную школу. Не только читать, писать, уметь, но вот быть спортивным, закаленным, дисциплинированным и так далее. Этим всем занимались именно в гимнасии в эфебии. Но это делалось вполне определенным образом. В частности, гимнасии, спортзал, там занимались голыми. Да, вот для иудея это совершенно неприлично, когда большое число людей раздеваются до нога и начинают заниматься всякими упражнениями. Тем более, что там, наверное, не обходилось и без каких-то эротических приключений, потому что для как раз греков, эллинов это все было неотъемлемой частью вот этой культуры мужской доблести, в которой, в том числе, вот и такая нежная мужская дружба предусмотрена. Достаточно почитать Перплатона, чтобы убедиться, что это так. Для греков это все нормально, это признак культуры, цивилизации, это все только на пользу. Для иудеев это совершенно скандальная вещь. Теперь записать жителей Иерусалима в антиохийцы. А это значит, по сути дела, основать параллельную какую-то юридическую структуру в Иерусалиме. Антиохия по имени Антиоха, Антиоха – это наследственное имя селевкидских правителей, как СССР Ленинград, Ленинабад, Ленинокан, по всей карте СССР были города Ленина. Вот Антиохия, города Антиоха были по всей селевкидской державе. И, соответственно, в Иерусалиме тогда был бы учрежден эллинистический полис со своими определенными правами. Старый город Иерусалим, конечно, бы никуда не делся, но вот какая-то значительная часть этого города, если не по территории, то по населению, считалась бы греческой. Они бы не просто подражали грекам, но они стали бы абсолютно греческим таким городом. Москва-сити. Строится в Москве некое такое пространство, где все глобалистское, где с одной стороны Москва, но с другой стороны все-таки сити. Вот Иерусалим, Антиохия. Когда царь дал свое согласие, и если он захватил власть, то он мигом перекроил иных из соплеменников по эллинскому образцу. Вот, кстати, зачем это Яссону? Может быть, он сознательной сторонней греческой культуры, но это великая культура. Мы до сих пор используем очень много того, что изобретено греками, и сами названия об этом говорят. Это демократия, например, или математика, это же все греческие слова. Может быть, он надеялся таким образом получить какие-то выгоды и привилегии. Да, потому что, конечно, эллинистические правители очень благословно относились к эллинизаторам, к тем, кто соответствовал их представлению о должном устройстве государства. Может быть, еще какие-то причины. То есть, вряд ли он был каким-то просто таким мерзким нечестивцем. У него была своя программа очень часто. Люди делают большие гадости, потому что у них есть своя программа. Изначально ничего плохого в этой программе может и не быть. Отвергнув царские льготы, человеко-любиво пожалованный иудеем, стараниями Иоанна, отца того Евполяма, который был римлян с посольством о дружбе и союзничестве, и упразднив законное гражданское общежительство, он вводил новые обычаи отступнические. Значит, о чем идет речь? Ну вот, смотрите. Когда-то местная иудейская община пользовалась достаточно широкими льготами, причем здесь упоминается всякая такая дипломатическая активность, когда для того, чтобы договориться с селевкидами, иудеи к римлянам отправляют посольству. В первой Маковейской книге об этом читали. И, в принципе, автор говорит, все и так было хорошо. То есть у иудеев были довольно большие льготы, привилегии, права на самоуправление, и не нужна нам эта эллинистическая структура. А если ее вводить, то вот это все старое, оно упраздняется. Под самой крепостью. Крепость – это такая цитадель внутри города, где может долго обороняться гарнизон. И она сыграет огромную роль в этих самых маковейских войнах, но этого еще мы не знаем. Ну, то есть это самый центр. Вот храм и крепость – это два центральных сооружения. Под самой крепостью он с удовольствием соорудил гимнасии и предводительствовал лучшим юношам нахлобучих на них широкополые шляпы. Ну, то, что у них, скажем так, комплект одежды был не иудейский, вот кроме шляп даже автор не нашел возможным ничего сказать. А шляпа просто издалека видна. Это значит, что человек носит какой-то определенный головной убор, ну, это всем сразу заметно. А кроме того, ведь эти все части одеяния, вот эта шляпа, петас она называлась по-гречески, пэтасон, она была одновременно и вот некоторые культы, она была связана с культом Гермеса, поскольку вот Гермес такую носил. Вроде бы как это все символические вещи, ну, как там в Советском Союзе пионеры носили, там галстуки, октябрята-звездочки, это все же непростые символы, у них есть какое-то наполнение, и там, скажем, дети из верующих семей могли отказываться это делать большой ценой, кстати, потому что это была для них чуждая символика. Вот так и здесь они носят чуждую символику, хотя, казалось бы, просто шляпа, ну и что, ну, мода такая. Из-за страшного кочунства Исона нечестивцы, а не первосвященник, а он при этом первосвященник, да? То есть весь этот его эллинизаторский проект, он проталкивает власть у первосвященника, главы народа, но вот о его, так сказать, религиозной жизни мы вообще тут ничего не читаем, для него это, скорее всего, было не особенно и важно. Из-за кочунства Исона эллинство так расцвело, чужеродные обычаи так распространились, что священники не привели уже никакой охоты служить из жертвенника, презирая храма, не радия жертвов, они по призову диска спешили принять участие в отступнических упражнениях на полестре. Соответственно, вот диск, это тот самый диск, который метают, им открывались легкоатлетические соревнования, полестры — это место, где придаются этим упражнениям, ну, представим себе, да, зачем это все, какая-то дремучая архаика, никому это все неинтересно жертву приносить. Пошли лучше в спортзал покачаемся. «Ни во что не ставили они отчую честь, зато иллинскую славу почитали прекраснейшей. Из-за этого попали они в тиски обстоятельств, и именно те, чей образ жизни вызывал у них зависть, и кому они хотели во всем уподобиться, стали врагами для них и палачами. Действительно тяжкое дело, нечестиво разрушают божественные законы, и будущее скоро это покажет». Здесь как-то отдельно оговаривается, что те, кому они хотели подражать, стали им врагами и палачами. Смотрите, ведь для греков эти дремучие иудейские первосвященники все равно не будут своими. Все равно это что-то подозрительное такое, некультурное. Зачем? Вот зачем они стараются? Они все равно нам не равны. А те стараются. Когда в Тире присутствует царя, праздновались пятилетние игры, ну, спортивные состязания, что-то вроде Олимпиады, но Олимпиада это все греческая, а тут такая местная. Гнусный Ясон отправил туда посольство, будто бы антиохийцев из Иерусалима, но вот тех самых эллинистических граждан, которые отказались от своей иудейской идентичности и приняли эллинистическую. С тремя сотнями драхом серебра для жертвоприношения Гераклу. Ну, все, они уже язычники. Это же не просто так, это уже подразумевает включение в языческие обряды. Но даже они не сошли возможным использовать их для жертвоприношения, ибо это не подобает, и решили употребить их на другие расходы. Таким образом, послание на жертвоприношение Гераклу, благодаря посланцам, пошло на снаряжение Триер. Ну, все-таки они еще иудеи. И понятно, что этот подарок, он имеет такое символическое, скорее, значение, но все равно они приходят и отдают эти деньги лучше на флот. На флот отдать не греховно. Когда же Аполлоний, сын Меносфея, был послан в Египет по случаю восшествия на престол царя Птолемея Филометра, это соседнее государство, Птолемея им управляют, и тот, значит, с посольством на инаугурацию нового царя поехал. Антиох узнал, что новый царь враждебно относится к его государству, и стал принимать меры к собственной безопасности. А потому, прибыв сначала в Иопу, это современная Яфа, он отправился затем в Иерусалим. Да, это же приграничный регион между селевкидами и Египтом. Пока он на стороне селевкидов, но там войны будут происходить еще, и поэтому надо навести порядок, вдруг будет война. Ясон и весь город устроили ему великолепную встречу, это же у нас царь, при факелах и всеобщем ликовании. После он таким же образом возвратился с войском в Финикию. Три года спустя Ясон послал Менилая, брата вышеозначенного Симона, чтобы тот доставил царю деньги и выполнил распоряжение по насущным делам. А тот, представ пред царем, расхвалил его царственный облик и присвоил себе должность первого священника, посулив на 300 талантов серебра больше, чем Ясон. А царю все равно. Кто дороже заплатит, тот и будет первого священника. Его логика очень простая. Вот Ясон отправляет Менилая, чтобы, значит, тот зарекомендовал самого Ясона перед царем, а Менилай возвращается уже носителем должности Ясона и самого Ясона смещает. Назад он прибыл, получив от царя полномочия, но не было в нем ничего достойного первосвященства, только ярость кровожадного тирана и бешенство воровского зверя. Так Ясон, который обошел своего брата, сам был обойден другим, и пришлось ему бежать в область амманитеда. Вот уже власть первосвященника – это просто власть, это доступ к телу царя, это большие деньги в руках, это полномочия, и за нее дерутся, просто глотки друг к другу грызут. Люди крайне недостойны. А Менилай власть в руках своих держал, но денег, обещанных царю, выплачивать и не думал. Хотя сострат начальной крепости, а в крепости сидит гарнизон царский, поэтому все сношения с центром идут через крепость, сострат начальной крепости их требовал, поскольку ведал сбором податей. По этой причине царь призвал их обоих. И Менилай стал преемником в должности первосвященника своего брата Лисимаха, сострат Кратета, начальника киприотов. Но киприоты, тут, видимо, гарнизон, состоящий из выходцев с Кипра, вполне логично, что нанимают иноземцев на службу, потому что свои там могут увлечься местной политикой, а наемники из других островов, они, вот как швейцарские гвардейцы у папы римского, они точно будут исполнять повеление своего командира и отстаивать своего работодателя. Тем временем сбунтовались жители Тарса и Малос из-за того, что их отдали в дар антиохиде царской наложницы. Это города в Киликии далеко, к нам это отношение не имеет, но, в общем, в царстве периодически происходят какие-то местные события, и внимание царя отвлекается на другие регионы. Царь поэтому спешно отправился улаживать дела, оставив своим преемником Андроника, одного из знатных вельмож. Тогда Менилай, посчитав, что подвернулся в удобный случай, подарил Андронику часть присвоенных им золотых сосудов из храма. А он, видите, уже из храма подворовывает. Это все уже ресурсы. Мы видим жизнь Иерусалима этих времен, но там просто коррупция, разврат, жестокость. Вообще никакие селевки там рядом не стояли по сравнению с тем, что сами Иерусалимы не делают. И, кстати, носят уже все греческие имена. Менилай, Ясона – это все греческие имена. Остальные распродал в Тире окрестных городах. Когда это стало доподлинно известно Они, он, удаляясь в убежище в Дафне, что неподалеку от Антиохии, начал его изобличать. Поэтому Менилай, получив возможность встретиться с Андроником наедине, попросил его расправиться с Оней. И тот, задумав обман, пришел к Оней и в ответ на его приветствие склятвы подал ему правую руку. Хотя он и был под подозрением, но все же убедил Онию выйти из убежища и тотчас прикончил его, не постыдясь его праведности. Правая рука, ну как у нас сегодня пожать человеку руку, значит, ну, с ним не просто поздороваться, а быть в хороших отношениях. Да, вот он его за руку буквально вывел из убежища и тут же убил. Уже ничего не значит, никакие самые традиционные жесты, обычаи. Вот каждый делает то, что ему в данный момент выгодно или что ему захочется. Из-за этого не только иудеи, но многие из других народов стали негодовать и возмущаться преступным убийством этого человека. Да, вот уже мера обычной человеческой порядочности давно оставлена позади. Уже дело не в том, кто в единого Бога верит, кто не в единого. Просто вот, ну, у людей есть хоть какое-то представление о достоинстве и чести? Или уже совсем оскотенились? Уже совсем. А когда царь вернулся из областей Киликии, иудеи гордо встретились с ним. Причем даже Елены вместе с ним возмущались бессмысленным убийством о ней. Антиох, приняв это близко к сердцу, почувствовал жалость и зарыдал, оплакивая благоразумие и великую умеренность умершего. Царь лицемерно делает вид, что это все у него самого вызывает сожаление. Ну, так наведи порядок в своем царстве. Воспылав гневом, он тотчас сорвал садроника порфиру и разодрав на нем одежду, повел его по всему городу к тому самому месту, где тот нечестиво погубил онюю. Там он стер с лица земли и запятанного кровью. Так воздавил ему Господь достойным наказанием. Ну, да, одного убийца то он наказал, но порядок не сильно от этого восстановился. Потому что проблема системная, да. Дело не в том, что конкретно один человек, но андроник такой вот мерзавец, а просто вот государство уже построено на подобного рода людях. Лисимах же, сведомо именела и совершил в городе много святотатств. Молва об этом разнеслась, и множество народа собралось против Лисимаха, поскольку немало золотых сосудов уже было расхищено. Да, то есть просто начинает грабить святилище. Началось все с того, что церковь попытался вынести из храмовой сокровищницы то, что было там для вдов и сирот, и то, что там хранил некий богатый человек. А вот уже, собственно говоря, с ведома и согласия те, кто занимает должность первосвященника, хотя, конечно, какие они первосвященники, язычники грабят уже богослужебные сосуды. То есть храм — это просто место, где куча всего дорогого. Поэтому срочно бегом туда, пока они все еще вынесли, нам тоже надо поживиться. Когда забурлили разгневанные толпы, Лисимах вооружил около трех тысяч человек и дал дорогу беззакониям под предводительством некоего Аврана, отягченного годами не менее чем безумия. Кто такой, мы не знаем, но не важно. То есть уже силой, да, вот начинается уже прямое насилие. Ведя на Сескле Тимаха одни похватали камни, другие — толстые колли, третьи — пригоршные золы, оказавшиеся под рукой, и стали беспорядочно швырять все это в людей Лисимаха. Поэтому многим из них были нанесены раны, некоторые даже были сражены на повало, все обратились в бегство, а с самим святотатцем расправились возле сокровищницы. Ну вот народ поднялся на восстание, пока это чисто импульсивный жест, да, вот грабят наш храм, срочно хватая камни, палки, или что-то попадется под рукой, прогоняя этих людей, действительно удалось. По этому поводу Менелая привлекли к суду. Когда царь прибыл в Тир, три человека, посланные Советом Старейшины, подали ему исковое заявление против Менелая. Не дал пограбить храм. Менелая уже ничего не оставалось, как пообещает Птолемея сыну Доремена. Неплохие деньги, чтобы тот переубедил царя. И когда Птолемей, ну, какой-то царский приближенный, отведя царя в один из портиков, якобы подышая свежим воздухом, переубедил его. С Менелая, виновника всего зла, царь обвинения снял. А несчастных обвинителей, которые даже у скифов были бы оправданы, как ни в чем не повинны, и приговорил к смерти. То есть, на самом деле, царь уже просто не пытается ни в чем разобраться. И Менелай, который подал повод к этому всему, он выходит сухим из воды. И скоро те, кто выступал в защиту города, народа и священных сосудов, постигла неправедная кара. Для царя это восстание против его власти. Поэтому даже тирийцы, возмущенные таким злодеянием, устроили им пышные похороны. Тир – это город Финики, где, в общем, традиционно хорошие были отношения с Иерусалимом. Менелай же из-за корыстолюбия правитель остался у власти, ввязав пороки, сделался страшным врагом сограждан. Вот, смотрите, есть царская власть, да, но она, в общем-то, внешняя по отношению к Иерусалиму, и ничего такого принципиально жуткого от этой власти не исходит. А вот свои, свои грызутся, свои разграбляют имущество храма, свои прибегают к этой царской власти для того, чтобы наказать противников. Вот настоящая угроза для храма – это свои. И, конечно, в пятой главе эта история будет продолжена. Продолжение следует...